Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем рассматривать четверо Евангелия на библейском портале экзегет. Евангелие от Марка, глава 5. И пришли на другой берег, в страну Годоринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. «Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился ему». Вот мы видим, что апостолы с Христом прибыли на другой берег Годоринского озера и встречает Христа человек бесноватый, как мы его называем, который это беснование обнаруживал неимоверной силой. Он разрывал цепи, он разбивал оковы, он бросался на камни, бился о камни, кричал, никто не мог укоротить его. Ну, по всей вероятности, можно смело утверждать, что несмотря на то, что он в этом месте находился один, его должна была знать вся Годоринская страна. По всей вероятности, это был образ, который наводил на людей ужас, и именно поэтому мы утверждаем, что Господь наш Иисус Христос был очень смелым и мужественным человеком. Он пребывает в Годоринскую страну, не убоявшись этого сильного, можно сказать, несобственной силы человека, и вступает с ним в диалог. Но поскольку сила многое и из Христа исходила, как говорит Священное Писание, и исцеляла всех, то, конечно, бес, находившийся в этом человеке, не мог не почувствовать силу божества. И мы видим, что этот очень сильный по человеческим меркам человек прибегает ко Христу и поклоняется ему в ноги, то есть земным поклоном. Так обозначен этот поклон, по крайней мере, через слово в греческом тексте. И кричит громким голосом, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня! Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» Но в данном случае мы видим, что бес исповедует то, что перед ним Сын Бога Всевышнего, по крайней мере, то есть мы можем сказать, Мессия, пришедший в мир для спасения человека. «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Вот здесь толкователи одни объясняют, что поскольку бес был изгнан из человека, был изгоняем нечистый дух из человека, то мучением он для себя считал нечистый дух не находиться в человеке и не мучить его. Но тут вспомнить можно слова Христа, что дьявол человека-убийца из коней, и все его промышление в пределах земли — это, конечно, погубить человека. Другие говорят о том, что лукавый понял, что тотчас он будет послан в бездну, то есть в ад, и будет там заключен, что действительно будет для него являться мучением. «И спросил его Иисус, как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много, и много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той». Ну, здесь Спаситель перед другими обнаруживает то, что, во-первых, воля человеческая, когда человек находится в состоянии, человеку самому не принадлежит, человек не в состоянии даже ответить на вопрос, как его имя, за него отвечают бесы. Но здесь «Легион имя мне», говорят бесы, и свидетельствует, что в одном человеке может находиться их очень много. Через это, конечно, мы можем свидетельствовать, что человек, в котором находилось так много бесов, который постоянно кричал, бился о камни, ночью и днем жил в гробах, но все-таки оставался живым, живущим, уже свидетельствует, что даже в этом состоянии страшного беснования десница Божия покрывала, оберегала и хранила этого человека. А если бы Господь отнял свою силу и свое покровительство от человека, конечно, он тотчас был бы лукавыми уничтожен. «Послось же там при горе большое стадо свиней, и просили Его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море». Ну вот, этими словами Евангелие свидетельствует нам о том, что, конечно, огромное количество бесов бросается с крутизны в море, вселившись в свиней, но только с разрешения, с попущения Христа. В этом находится важное свидетельство Священного Писания, что лукавый дух даже при всем своем желании войти в человека и нанести ему какой-то вред без попущения Божия не может этого сделать. Не только в человека мы видим, но даже в свинью. Это может совершиться только по попустительству Божию. Ну и еще один вопрос, который ставят исследователи Священного Писания. Бесы, получается, что убедили Христа поступить так, как они просили, и Господь согласился с ними? Ведь здесь мы так и читаем, что бесы просили, говоря, «Пошли нас в свиней». Иисус тотчас позволил им. Толкователи говорят, нет. Конечно, не бесы убедили Христа послать их в стадо свиное, а Господь своим всемогуществом заставил их просить Его о том, чтобы им быть посланными в свиней. Но это была воля Божия для свидетельства о том, какой страшный вред приносят бесы людям, поскольку две тысячи свиней – это огромнейший, был колоссальнейший материальный ущерб, нанесен людям, которым эти свиньи принадлежали. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители пошли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Вот по всей вероятности жители, мы видим не только городка, но и деревень. То есть пришло немалое количество людей из округи, которые, еще раз скажем, конечно, знали этого бесноватого, знали, как ужасного человека. Устрашились той величайшей силе Божией, которая совершила по их меркам сильнейшее, важнейшее чудо – исцеление этого бесноватого человека. Но это устрашение подействовало на них особым образом. Они начали просить Христа, чтобы он отошел от пределов их. И вот здесь, как мы можем предположить, это было связано именно с тем, что люди поняли, что если Христос останется дальше с ними, то он может еще больший материальный ущерб нанести всем этим людям, помимо того, что погибли эти свиньи. И не желая расставаться с своими материальными достатками, люди делают выбор в пользу своего земного счастья, а не в пользу того, чтобы быть с Христом. Но мы видим, что здесь Христос поступает по воле этих людей. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. То есть попросили Христа покинуть их пределы, Господь разворачивается и уходит. Но бесновавшийся попросил его, чтобы быть с ним. Почему он просит быть? С одной стороны, он выбирает уже Христа как своего спасителя. Он верит в него как своего спасителя. С другой стороны, объясняют толкователи, это было вызвано боязнью этого исцеленного человека, что как только Христос пределы гадаринской страны покинет, бесы тотчас вновь в него войдут. Но Иисус не дозволил ему, этому человеку, сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. В данном случае это, конечно, такой педагогичный был момент. Именно научение человека жить в сознании того, что где бы Христос ни находился, вдали от тебя или рядом с тобой, он всегда будет тебя оберегать, своею божественную силу и даром благодать. И пошел бесноватый, исцеленный, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Ну, понятно, что когда человек уже в здравом рассудке, одетый, умытый, с горящими любовью ко Христу глазами, говорил о том, что сотворил ему Иисус, понятно, это была сильнейшая проповедь для всех тех, кто этого человека знал в другом амплуа. И мы понимаем, что люди эти, наверное, все-таки слово о Иисусе как Христе, как о Спасителе принимали. Потому что с течением времени уже в конце второго года общественного служения, в начале третьего, когда Господь придет в эту гадаринскую страну, мы будем читать о том, что многие побегут к нему из этих жителей, некогда отвергших Христа, для того, чтобы встретиться с ним, получить исцеление и услышать его дивные учения. 21 стих. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя, при смерти, прииди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». В данном случае мы читаем о том, что один из людей, который покровительствовал синагоги, который, возможно, каким-то образом содержал эту синагогу по имени Иаир, просит Христа исцелить, а согласно даже Евангелию от Матфея, воскресить свою дочь, которая, по всей вероятности, уже находилась в состоянии предсмертия. Но просит, как? «Прииди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Вот здесь истолкователь обращает внимание на то, что все люди разные, и всем нужны определенные в различной степени действия свидетельства о силе Христа как Бога. Одним достаточно, чтобы Христос произнес слово, другие просто просят, просто исцели. И третьи говорят, «Приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И вот мы видим, что поскольку Христос соглашается с этим человеком и идет, по сути дела он свидетельствует, что вне зависимости от силы веры человека, каждый достоин того, чтобы Христос был у него и помог этому человеку. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Ну, мы понимаем, что это было время, когда уже Христос постоянно находился, окруженный огромными толпами людей, среди которых были и ищущие исключительно телесного вспоможения, среди которых были и недоброжелатели Христа, это книжники и фарисеи, которые постоянно наблюдали за ним. Среди этих людей, конечно, были те, кто искренне слушал и принимал Слово Христово. Но, с другой стороны, Писание говорит о том, что народ теснил Христа постоянно, то есть толкал, подталкивал, соприкасался с Господом. И вот дальше. «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние». Часто бывает так, что когда человек забывает о том, что источник жизни и жизнь есть Бог, и, соответственно, источник здоровья, то очень можно много времени биться со своей болезнью, но только, по сути дела, потратить и истощить все, что было, и прийти в худшее состояние. «Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». «И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». Ну вот, конечно, женщина, поскольку находилась в нечистоте, болезнь эта считалась нечистотой, она понимала, что она не может никому прикасаться, в том числе и, конечно, ко Христу. Но она находит для себя определенный компромисс. Веря в милосердие Божие, в то, что он не может не помочь ей, она решает прикоснуться к краю одежды Его. Ну, то есть, по всей вероятности, это даже и не одежда, а та бахрома, которая могла тоже окантовывать низ одежды Господа. И вот, прикоснувшись буквально к ней, она получает исцеление. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ну, понятно, что та сила, которая вышла из Христа и которую он почувствовал, она вышла не без согласия на это Господа. Понятно, что покинувшая сила не уменьшила в самом Христе никакой божественной силы, которая в нем была. Она просто этой женщине была сообщена, но, естественно, Господь этот вопрос ставит для того, чтобы эту женщину обнаружить перед другими. «А ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Ну, в данном случае недоумение учеников, понятно, десятки людей на данный момент прикасаются ко Христу, а Господь спрашивает, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. «Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезни твоей». Ну вот здесь, как объясняют толкователи, Господь обнаруживает эту женщину перед другими, чтобы и прочие соревновали ей в вере. Это было необходимо, потому что само по себе свидетельство апостолов, то, что многие люди прикасались ко Христу, но ничего не получали, наверное, тоже о многом говорит. То расположение, которое имела женщина ко Христу, прежде всего, как к милосердному Богу и чудотворцу, прежде всего, как к тому, кто не может не откликнуться на боль и скорбь, но еще и проявляя величайшее смирение, поскольку она не бежит в толпу, не кидается на Христа, а только к краю одежды прикасается. Вот это все должно и нас располагать к должным и правильным настроениям, когда мы общаемся с Богом и с Христом. Но, конечно, это было важно сделать еще и перед начальником синагоги Иаира, поскольку у Иаира была 12-летняя дочь, а женщина 12 лет страдала болезнью, тоже, по сути дела, неизлечимой. И вот это все должно было Иаира вдохновить на ту веру, которая помогла бы его дочке стать здоровой. Господь говорит ей, дочерь, вера твоя спасла тебя. Вот это очень важное наименование дочерью этой женщины, поскольку понятно, что для Бога дочерью или сыном могут быть только те, кто исполняет волю Божию. Значит, вот здесь воля Божия о правильном взаимоотношении между Богом и человеком этой женщиной была исполнена. Когда же он еще говорил себе, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Господь, конечно, предвидел, что это произойдет, и поэтому тотчас свои слова обращает к начальнику синагоги. И так и читаем, но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Здесь я хотел бы обратить внимание на вот эти слова, не бойся, только веруй. Евангелие от Марка делает очень серьезный акцент на вере человека, на вере в Иисуса, как во Христа. Человек должен постоянно помнить о необходимости верить. Не будет веры, не будет ничего. Ну и, конечно, за этим учением о вере, скорее всего, стоит апостол Петр, который знал, как важно верить в Иисуса как Спасителя, и понимал, что без веры он бы тоже, апостол Петр, некогда бы пропал, особенно в тот момент, когда предал Христа. Итак, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. То есть берет преданнейших своих учеников, самовидцев, которые должны были потом это свидетельство раскрыть перед другими. «Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним». Ну вот этот вопрос, в каком-то смысле можно назвать его и провокационным со стороны Иисуса. «Что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит». Вынуждал он таким образом людей, находящихся в этом доме, засвидетельствовать, что над ними издевается Христос. Вот этот стих «и смеялись над ним». Это было необходимо сделать, чтобы потом, когда Христос воскресит эту девочку, люди не пришли в состояние того, что опомнились и сказали, что это был коматоз, это была не смерть, что ты ее просто разбудил действительно. Но поскольку здесь Господь допустил, чтобы очень, ну, можно сказать, была жесткой констатация, что девица действительно мертва, поскольку смеялись над ним, Господь высылает всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала, мертвая лежала. А дальше читаем. «И взяв девицу за руку, говорит ей, талифа куми, что значит, девице тебе, говорю, встань». «И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть». Ну вот первое мы видим, что спаситель понимает, что отцу и матери необходимо находиться при исцелении, при воскрешении этой девочки. Необходимо в том смысле, чтобы они потом перед другими засвидетельствовали о той силе божества, которая обильно излилась на их дочку. Девица встает и начинает ходить, но Господь приказывает, чтобы никто об этом не знал и сказал, чтобы дали ей есть. Почему такой приказ? Ну потому что Господь знает, что все равно будет об этом рассказано, но с поправкой на то, что люди будут уже от себя лично, своим в свободной воле изъявлением, исповедовать Иисуса как чудотворца. Ну а приказ, чтобы дали ей есть, здесь объясняется толкователями по-разному. Но одни считают, что это необходимо было сделать во свидетельство того, что девочка действительно воскресла, это не ее призрак. Ну у ветхозаветных иудеев было действительно в вид знания записано, что призраки не могут есть. Но может быть все было и гораздо проще, если мы предположим, что девочка умерла из-за болезни, ну как бы мы сейчас сказали, связанной с желудком или с желудочно-кишечным трактом, то этим Христос засвидетельствовал, что она не просто воскрешена, но и исцелена полностью и может спокойно есть, что видимо не делал уже в течение многих недель, а может быть и месяцев. Вот на этом чуде, на этом событии заканчивается пятая глава Евангелия от Марка. Продолжение следует...